ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И что, он приходит, и он какой такой из себя? Ну, молодой мальчишка мне показался. Он младше меня. Абсолютно молодой мальчишка. Какой он себя, как всё КГБ? Серенькая. Да, он такой. Это типаж. Я, между прочим, потом их готовила. Я говорю, разве можно в ситуации, когда социум поменялся, и мы оделись в многоцветие, оставаться в серых костюмах? Когда вот потребительский рынок. А я вычисляла сходу. Я говорю, вам, наоборот, надо приодеться, хлопцы, чтобы вас не было видно. А они остались вот с той ментальностью. Серые, понимаешь, серые. Я приходила, я потом ему говорила уже, когда о женитьбе стал вопрос. Я говорила, слушай, ну все в серых пиджаках. Вы понимаете, надо уже как-то адаптировать. СМЕХ Ну, такой был непосредственный, вообще человек нетипичный. Не пьющий, не курящий, не гуляющий. А когда он предложил выйти за него замуж... А как он это сделал? Ну, так вот и сделал, признался в любви, что как прямо по чеховскому медведю десять женщин встретил я, бросил я, двадцать бросили меня. Но ни одну из них я не любила так, как вас. Вот, я поверила в это. Я уже встретилась, когда социализм рухнул. Когда при социализме они открывали любые двери. Он мог достать эту колбасу, он мог достать ковер, мебель. Это все у нас было в дефиците. Вот КГБист мог прийти и все это достать. И на сегодня их многие не любят. Их на работу они очень с трудом устраиваются, когда узнают, что КГБист не хотят брать. Я по соседям вижу, с женами разговариваю. А, вы же в доме женились? Да, женились, дали квартиру. Я сейчас живу в этой квартире. Ну, тем более, мне тогда не интересно, а почему КГБ интересовалась, вот, например, следила еще, чем она занималась? Я никак не могу понять. Если вы имеете в виду суда на моей личности же. Да, да. Вот мне просто интересно, зачем? Наверное, конечно, уже действительно слом произошел. Страны нет, мы говорили, политический сыр. Да, вот как они могли следить за вами? Ну, вот как можно следить? Ну, как это? Очень просто встречи. Как это? Назначили встречи, вы же прочли там. Нет, да. Звонят по телефону, совершенно открыто. Звонят по телефону, говорят, такая-то, такая-то, да. С вами говорит откровенно майор контрразведки или КГБ, уже точно не помню, такой-то. Я говорю, очень приятно. Вообще, надо сказать, что я человек очень свободный. Светлана, вот не могу сказать как-то… По такой мамы надо сказать. Да. Вот не могу сказать, что жизнь при социализме меня как-то… Загнала. Я всегда говорю, я боюсь мышей, крыс и тараканов. Откровенно скажу, я совершенно не испугалась. Я говорю, очень приятно. А чем вызван интерес? Вашими, он открыто говорит, вашими частыми зарубежными командировками. Я говорю, хорошо, давайте встретимся. Где? Я говорю, как где? У вас… У вас в КГБ. Я приду. Я говорю, мне интересно. Я так много слышала о 37-м годе, о камерах. Я думала, что если я вас интересую, я вам какую-то дам информацию, вы меня побудете, покажете, где казни совершаются. Как вот… Вот на той волне вот этой вот демократичности. Вот такой молодец. И он мне отвечает, покажем. Жанна Михайловна, покажем. Но позже. И кладет трубку и говорит, слушай, я такое впервые вижу. А как ваша мама его восприняла? Вначале очень благосклонная. Потому что офицер КГБ – это, конечно, что-то близкое к Сталину. Она сталинистка, да? Она говорит, что воспитывала меня Сталину. Потому что она была сиротой, дитя войны. Мне это вот все мать собрала материнские косточки. В тазу похоронила. Это, конечно, без слез невозможно слушать. Вот этот офицер конкретный, как она узнав, сказала, идейно, мы абсолютно… И как он попал в КГБ, говорит она. А как мама ему говорила, когда вот он решил, окончил эстфак, работал на стройке. Наверное, ни квартир, ничего не было. И кто-то подсказал, устроили в КГБ, окончил потом школу и пошел, и пошел. И мама его говорила, вот женщина с села, говорила, сынок, это ты будешь к людям в окна заглядывать. Это ж так стыдно, сынок. Вот так переживала. Простая женщина, да. Но я к чему это рассказывала? Я рассказала к тому, что я могла вот своему новому мужу много показать. И я так наивно полагала, что человек прожил, ничего не видел. Я… и туда поедем, и все, я могла много. И куда вы ездили? Ну, первое, там, скажем, в Литву, Паланга, недалеко. Там же не очень поедешь, надо писать рапорт. Вы что думаете, офицер КГБ может поехать куда? Так вот, надо рапорт писать, надо… Но он был так всегда закомплексован. Ему всегда казалось, вот этот мужчина, который выдает велосипеды, вот, он вчера был на том месте, а сегодня он на этом. Я говорю, с чего ты взял? Я точно помню, что он вчера стоял на том месте. Я говорю, что это значит? Он следит за нами. Но вот это напряжение, просто сама уже не… Как человек свободный, я чувствую, что меня уже закомплексуют. Я уже начинаю с моей, кто там за мной следит. Хотя у меня этого рядом не было никогда. Пока я поняла, что мы ездить вместе не можем. То есть, вот эта закомплексованность человека, это бедный человек, я пыталась десять лет. И я подумала, действительно, это настолько негармонично, поведению КГБ. Ну и в итоге все. В итоге все. Даже и такой вот монолог он однажды сказал. Он говорит, знаешь, я ненавижу вот самость твою. Я говорю, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Самость – это я сама. Это мне поломать невозможно. Это я сама. Самость – это личностное что-то глубокое. Это я, да? Я говорю, а что ты такого ненавидишь? Он говорит, все, твою свободу. Ты заходишь в магазин, ты говоришь, Верочка, привет. Леночка, ты мне хлеба. Естественно, я контактный человек. И вот за это, видишь, он говорит, я ненавижу саму самость.